Книга «Открытым оком», 8 том, тема Святая Библия, вопрос 2189. «Надо будет слово ваше «да-да», «нет-нет», «а что сверх этого от лукавого», «то это от лукавого». Какое же тут очень необычное предложение. Дважды одно и то же слово повторяется. Как это понимать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Блаженный феофилакт относит из слова Христа только к клятве. А мы как можем клясться своей головой, когда не имеем власти? Мы не свои, если же думаешь, что голова есть твоя собственность, то перемени, если можешь хоть один волос. Дабы ты не сказал, как же мне поверят, он говорит, поверят, если всегда станешь говорить правду и никогда не будешь божиться. Потому что никто так не теряет доверия, как тот, кто часто божится. Божба, кроме «да» и «нет», есть дело излишнее и происходит от дьявола. Но ты спросишь, неужели и закон Моисеев был худ, когда повелевал клясться? Знай, что в то время божба не составляла худого дела, но божиться после Христа есть дело уже худое, подобно как обрезываться и вообще иудействовать. Сосать грудь младенцу прилично, а мужу непристойно. Мы более не под законом, но под благодатью. Этот толкователь совсем не объясняет, этот толкователь совсем не объясняет слова «да-да» и «нет-нет», о чем и вопрос. А из предыдущих слов Христа и из этого толкования видно, что Господь постоянно отсылает всех слушателей к закону. Лука, 10 глава, 26 стих. Он же сказал ему «в законе что написано, как читаешь?» Лука, 4, 8. Иисус сказал ему в ответ «отойди от меня, сатана!» Написано «Господу Бога твоему поклонясь и ему одному служи». Также постоянно к закону отсылали и апостолы своих прихожан. 1 Калимфинам, 10 глава, 7 стих. «Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел есть и пить, их стал играть». 141 раз отсылают к Библии и в самой Библии. Самые точные и верные доказательства только из Библии. А у батюшек и у архиереев православных авторитет Библии никакой. Даже ужас охватывает сказать это, отрицательный. С ненавистью относятся к цитированным местом Священного Писания. Но дело еще и в том, что сегодняшние сектанты так обмельчали, что даже Библию не знают и не любят, хотя она у них в руках. Когда с ними наши люди стали беседовать, то сектанты даже за стол не садятся, а на диване, развалившись, издеваются над своей погибшей душой и ничего не хотят записать, а упирают на логику. Указанные места Слова Божия не открывают и не вникают, так ли это или не так. Деяние 17 глава 11 стих Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Если мы сказали, решили, объяснили и пообещали, то это твердо только тогда будет, когда оно не вопреки Библии. И означает абсолютно верное «да». Положительное решение и намерение может исполнять вера в благословение того Бога, который дал нам мудрости вырешить наше положительное намерение. Да, и как саму клятву. Но если мы, согласно Слову Божию, знаем, что нужен отрицательный исход, тогда, сверив с Писанием, мы должны отстаивать сказанное «нет», как бы завизированное авторитетом от Бога, сверенное с Писанием Божиим. Стоять и выполнить данное отрицание «нет», как древнюю клятву, за нарушение какой поспешала угроза от Творца. Но если промахнулся и обещание оказалось вопреки Библии, то лучше потерпеть наказание за нарушение данного «да», превратив его в «нет», нежели быть твердокаменным иродом, обезглавившим служителем истины. Только бы сохранить свое позорное, вредное и богохульно твердое «да». Стихотворение Не забудьте о завтрашнем дне Все сосуды елеем заполнить Что мыки только с горстку на дне И шумят устрашающие волны Если бы Если был бы один, да здоров Без малюток, опухших, без хлеба Не согреет печурка без дров Крик голодных восходит до неба Боже мой, захожу я домой О нужду спотыкаюсь голодный Наше бегство случилось зимой Нас блокада накрыла в субботу Молча встали Непраздничный стол Распродали посуду, одежду Над пришедшим осиновый кол В эпитафии дымной надежды Надежда Призывая усердно молиться Двери плотно обедом закрыть И, о чудо, засохшие листья Орошает без влаги орык Мои страхи, забота и горя Полагаю, подножию креста Нас распятым никто не поссорит Без креста я смертельно устал Сколько тех, кто ложится без веры Не молился нигде и никак Безнадежность сумой безразмерной Сумой безразмерной Им не светит на ржавый пятак Одиноких мужчин возле женщин И покинутых властью детей Обогреть бы их верой Не сжечь бы Не закрыть перед ними дверей Позабудьте о завтрашнем вечном Где земной его корпус стыдит Крест с любовью возложим на плечи Бог подаст нам на хлеб и воды 2004 год Игнатий Тихонович Лапкин